Татьяна, здравствуйте! Действительно, в Славянске выборы президента Украины не проходят. Город является частью Донецкой Народной Республики. Жители показали здесь высокую явку в ходе референдума о статусе региона. И многие просто не желают участвовать в выборах президента Украины, как здесь говорят, другой страны. Те же, кто желал бы пойти на избирательные участки, могут это сделать в других городах Донецкой области, где территориальные избирательные комиссии открыты. Но и с этим есть проблемы. Город уже несколько недель находится в благате украинских силовиков вокруг Славянска. Сейчас около Славянска сконцентрирована масштабная группировка украинских военнослужащих и сил Национальной гвардии. Даже днем происходят артиллерийские обстрелы окраин города. И многие просто боятся покидать Славянск. Что касается региона в целом, то действительно более половины территориальных избирательных комиссий не работает. Сейчас здесь, более того, поступала информация о том, что даже те избиркомы, которые смогли начать работу, не получили вовремя бюллетени. И выборы в Донецкой области находятся под угрозой срывов. В Славянске сейчас относительно спокойно. И минувшая ночь прошла относительно тихо, по крайней мере, по сравнению с предыдущими сутками. Вот в результате артиллерийского обстрела, который устроили украинские силовики, стреляли они по позициям бойцов Народной самообороны в населенном пункте Семеновка, в населенном пункте Андреевка. Несколько домов разрушено. Также пострадала психиатрическая лечебница. В Семеновке пациентов эвакуировали в подвал, после чего вывезли из больницы. А вообще здание было в огне. Также в результате минометного обстрела населенного пункта Андреевка погибли наши коллеги. Итальянский журналист и его переводчик, гражданин России, французский фотокорреспондент, получил осколочное ранение, был доставлен в местную больницу. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь. Врачи прооперировали, извлекли осколок. И вот что он рассказал о том, как происходил минометный обстрел. Мы, это я, водитель, русский переводчик и итальянский фотограф, находились возле железнодорожного полотна в Андреевке. Это в полутора километрах от Славянска. Как только мы туда подъехали, начался обстрел. Я не знаю, целились в нас или в другое место. Водитель сразу уехал, а мы бросились на землю. Когда я пришел в себя, то увидел, что ранен, а русский и итальянец лежат неподвижно. Обстрел был такой сильный, что я даже не смог к ним подойти. Хотел отползать оттуда. Потом меня подобрали люди, которые проезжали мимо и привезли в больницу. Я пытался связаться со своими коллегами, но их телефоны не отвечают. И я не знаю, что с ними случилось. Татьяна, ну вот стоит сказать, что в штабе Народной самообороны подтвердили гибель итальянского репортера и российского переводчика. Вообще, если вернуться к выборам, то несмотря на то, что Славянск в них не участвует, жители города следят за ходом голосования. Здесь сейчас главный вопрос, какой приказ отдаст новый верховный главнокомандующий той группировки, которая собрана около Славянска. Татьяна. Да, Евгений, спасибо. Итак, власти Донецка и Луганской народных республик объявили, что выборы не признают.